Уже в эту субботу Краевая столица в очередной раз присоединится ко всероссийской акции Ночь музеев. Куда сходить? Что посмотрите? Сколько будет стоить посещение? Эти вопросы мы сегодня адресуем Татьяне Бондаренко, заместителю директора Государственного художественного музея Алтайского края. Здравствуйте! Здравствуйте! Не секрет, что в этом году билеты на Ночь музеев подорожали почти в два раза, а то и в два раза, наверное. С чем это связано? Ну, это, во-первых, связано с тем, что мы очень много лет не меняли цену билетов. Ну, напомним, 50 рублей стоил взрослый билет, сейчас он 100. Да, и 20 стоил для детей школьного возраста. Это было много лет, и мы решили, что уже пора это сделать, потому что, ну, мы же ходим в магазины, смотрим, что происходит на улице, в транспорт ездим и так далее, и так далее. Поэтому это было общее решение, на оргкомитете принято, единогласным голосованием, поэтому... Ну, это на местном уровне. А в целом акция тоже ведь проводится небесплатно в других городах, да? В других городах цены еще повыше наших будет, и по 400 есть рублей, и по 200. Поэтому у нас, по сравнению с другими регионами, у нас просто бесплатно происходит все это. Ну, вот в связи с повышением цен на билеты, не боятся ли государственные музеи, что посетителей станет меньше? Да нет, нет, таких опасений вовсе нет, потому что, ну, люди те, которые хотят прийти, они, я думаю, придут. Но были годы, когда существовал единый билет, можно было его приобрести и по всем музеям прогуляться. А нынче как? Нынче нет. У нас уже пятый год идет новый формат, вот когда мы как раз отменили единый входной билет. Вот, и те музеи, которые работают по уставу с билетами, то есть они не могут по-другому. Бюджетные в основном учреждения, некоторые муниципальные, частные некоторые, то они, конечно, работают за входную плату. Но их всего 14 из 47 работающих на территории города Барнаула. Списки все есть, вот на сайте нашего музея, например, можно зайти на сайт нашего музея и ознакомиться с тем, какие музеи будут за входную плату работать. Так что, заранее. Ну, все знают, что будет интересная программа, наверняка она год от года не повторяется практически. Быть может, расскажете коротко, чему нынче посвящена Ночь музеев? Какая тема? Ну, несколько тем, которым посвящена нынешняя акция. В первую очередь, это год добровольца-волонтера. Вторая очень интересная тема, перекрестный год Японии в России, России в Японии. Следующая тема, год туризма России в Индии. Столетие Красной Армии. Поэтому вот темы исключительно интересные, исключительно творческие. И они практически в каждом музее в программе присутствуют. Ну, вы, конечно, знаете, какие программы в каждом музее. Вот если коротко, в Краевеческом, чем будут удивлять музеи, город, ну, в вашем, естественно. В Краевеческом у них очень большая программа. Тем более, что у них именно в Ночь музеев открывается новая площадка выставочная. Это как раз напротив музея находится адрес Паузунова, 39. И там будут новые выставочные залы у них открытые, новые выставки. Поэтому вот у них там, в связи с этим, у них прям большая такая мощная программа. Очень большая, очень разнообразная программа, как всегда, в Гмелика, потому что у них все возрасты учтены. И дети, и пенсионеры. И вот на разный вкус абсолютно. Вот очень интересная программа. Очень интересная программа музея и город. И, кстати, сказать, музей и город практикуют уже второй или третий год квесты. Очень интересные. В этом году они организовали квест между музеями. Вот в этот квест попали мы, Гмелика и музей и город. И надо сказать, что ждет какой-то интересный приз победителя. Поэтому вот нужно это узнавать побыстрее. Приз бой — это хорошее. Я уже точно знаю, достойные спонсоры. Я не буду говорить, какой он. Я знаю, конечно, но говорят, что интересно. Поэтому принимать надо участие. Какие-то экскурсии запланированы? Ну да. Еще музей и город в этом году планируют провести экскурсии по городу. Вот кроме квестов еще пешие. Пешие или совершенно автобусные? Нет, нет, нет. С одной стороны, это пешие организует музей, город. А мы, как оргкомитет, пытаемся в этом году немножко обновить формат и сделать экскурсионные туры, как мы их называем. Их мы предполагаем сделать пять. Они у нас все носят, каждый свое название под цифрой один, под цифрой два, до пяти. И название образовательное, развлекательное, познавательное и так далее. У них, мы для них, для каждого определили свой цвет, ну, опознавательный такой, скажем. И записаться на экскурсионный тур можно будет во время открытия, которое будет проходить на нулевом километре с 19.00. Но запись на вот эти вот экскурсионные туры будет производиться с 18.00. Волонтеры там уже будут присутствовать. Это волонтерский отряд университета, который будет обслуживать вот эти вот маршруты. Можно будет записаться. Я думаю, что вот эти маршруты, они как раз очень удобны для посетителей с детьми. Потому что, ну, пять музеев входят в этот маршрут. Пять точно посетят, к пяти точно привезут. А мне кажется, вот когда идешь с детьми, то пяти вполне достаточно музеев. Потому что, ну, понятно, что все в 47 не попадешь. Даже в 10 сложновато. А пять это как раз вот та самая цифра, когда что-то поймешь, что-то отметишь, в чем-то поучаствуешь и не устанешь сильно. То есть получается, что общественного, ну, так скажем, транспорта, который будет курсировать между музеями, не будет. Нет, ну, общественный городской он будет ходить. Нет, имеется в виду, было же время от музея до музея. Ну, мы вот немножко обновили вот этот формат, потому что, ну, решили сделать его более таким целенаправленным. Ну, главное, чтобы погода не подкачала. Ну, да. Вот с этим, да. Традиционный вопрос, мы вам его ежегодно задаем. Задаем. Есть ли шанс, вот как вы чувствуете, что, ну, через пару лет художественный музей наконец-то встретит ночь музеев в новом здании, вернее, в прежнем здании на Октябрьской площади? Ну, мы очень сильно на это надеемся. Как мы говорим, шансы всегда есть. Поэтому нам бы очень этого хотелось. Вы ничего не сказали про программу в художественном музее, который вот сейчас на Кольково? Вот у нас программа в этом году как-то так, опять неожиданным совершенно образом, на главное место вышла тема Японии. Хотя ничего не предвещало, что называется. И я считаю, что у нас будут очень интересные мастер-классы, потому что накануне как раз проведения акции мы познакомились с очень интересной семейной, творческой абсолютно семейной мастерской, которые будут делать японскую традиционную куклу из бумаги на мастер-классе у нас в музее. Получается такая красота невероятная. Вот не сказать даже, как я говорю, из-под нужных материалов, из салфеток, из каких-то обрывков бумаги, но красота невероятная. Ну и плюс это все еще, конечно, будет сопровождаться рассказом, что это, как это и для чего это. То есть это вот познавательный здесь образовательный элемент присутствует абсолютно. И, конечно, вот в месте проведения мастер-класса будет, вот уже сейчас монтируется выставка Елены Витальевны Волковой. И дополненно мы знаем эту художницу, потому что она очень интересуется культурой Японии, по мотивам поэтов делает свои работы, произведения создает и так далее. И вот эта выставка будет дополнена еще реальными вещами, привезенными из Японии, одной из мастериц, которая посещает Лоскутную пятницу в Доме народного творчества, Анны Владимировны Лазаревой, кимоно, посуда какая-то, ну, потрясающие совершенно вещи. Ну, в общем, есть на что посмотреть, куда сходить. А главное то, что у нас еще будет выставка кукол. Куклы в зеркале авторских, куклы в зеркале художественных полотен. Куклы, сделанные по мотивам наших произведений из фондов. Потрясающая вещь. Все на ночь музеев. Все на ночь музеев. Которые у нас, напомним, 19 мая. Ну, а сегодня гость нашей студии Татьяна Бондаренко, заместитель директора Государственного художественного музея Алтайского края. Субтитры создавал DimaTorzok